Всем привет! Сейчас я сижу на фоне предзакатного неба в Софии, столицы Болгарии. И сегодня я почувствовала, что я хочу записать для вас одно видео, которое лично для меня очень важно, потому что сама я очень долго к этому приходила, и мне очень хочется поделиться с вами. Если мы еще не знакомы, меня зовут Инна, это мой YouTube-канал. Если вы еще не подписаны на него, рекомендую подписаться, потому что я рассказываю здесь о своих путешествиях, лайфхаках, инсайтах и вообще о жизни девушки. И сегодня темой моего видео будут путешествия в одиночку. Я постараюсь рассказать вам о нескольких причинах, почему путешествовать одному важно и нужно. Например, сегодня я проснулась очень поздно, и я никуда не вышла из своего отеля, просто потому что на улице дождь, и у меня нет настроения куда-то идти. И, наверное, это одна из причин, по которой так ценно путешествовать одному. Я расскажу о ней в первую очередь. Давайте начнем с того, как все происходит, когда вы едете путешествовать со своими друзьями, парнем, девушкой или компанией, а может быть с семьей. Дело в том, что каждый день вам приходится планировать, что вы будете делать. Если вы не будете согласовывать свои планы с людьми вокруг, это кого-то не устроит, и в итоге вы останетесь с недовольным отдыхом. Когда ты путешествуешь один, ты можешь ничего не планировать. Или планировать, но поменять свои планы в последний момент. Например, сегодня я хотела погулять по Софии, записать вам видео из самых интересных их частей, но пошел дождь. Я осталась в отеле. Завтра я улетаю и абсолютно не чувствую себя виноватой за то, что я не сделала что-то. Я могу просто поменять планы и ни с кем об этом не договариваться. Иногда это плюс, особенно когда ты живешь в напряженном графике, у тебя много планов, много людей вокруг тебя и очень много коммуникаций. Иногда от этого нужно отдохнуть. Это была первая причина. Теперь переходим к причине номер два. Когда все-таки тебе надоедает гулять одной или одному, я предполагаю, что вы видео посмотрите, и мужчины тоже, у вас появляется необходимость в общении. Что же вы делаете? Я становлюсь намного общительнее, когда я путешествую одна. Общительнее в смысле общения с людьми незнакомыми. Почему? Когда ты путешествуешь в своей замкнутой группе, у тебя обычно нет необходимости общаться с людьми вокруг тебя. Но в принципе, люди собираются в эту самую группу, чтобы пообщаться внутри этой группы. Но суть в том, что у вас не появляется возможности в этом случае узнать какую-то информацию извне. Когда ты путешествуешь один, у тебя просто не остается выхода. Ты завязываешь маленькие радиологи в отеле, в лифте, где-нибудь с продавцами, и у тебя теряется этот барьер. Третья причина. Таким образом вы можете подтянуть свой язык. Что я имею в виду? Каждый из нас, когда начинает учить новый язык, доходит до такого предела, который многие называют «понимаю, но сказать не могу». На самом деле мы все можем сказать, можем сказать все, что угодно. Но у нас есть барьер. Этот барьер – теснение. Очень банально, но нам очень сложно открыть рот и перейти в бытовых вопросах на язык, которым мы не очень уверены. Были ли у вас ситуации, когда вы общаетесь в компании с иностранцами и своими друзьями, которые говорят лучше, чем вы? И когда вы понимаете, что на их фоне вы смотритесь уже не так удачно, вам не хочется пробовать. И вот именно в путешествии самостоятельно у тебя этот барьер теряется. Ты не стесняешься перед своими знакомыми людьми. У тебя нет друга рядом, который знает английский или итальянский лучше, чем ты. Ты можешь купить сколько угодно, и об этом не знает никто, кроме продавщицы в супермаркете, с которыми ты пытаешься настроить какой-то диалог. Причина номер четыре. Это причина чисто эмоционального характера, такого психологического. Дело в том, что мы очень привыкли находиться в компании других людей. Это зависит от того, где именно вы работаете, сколько именно у вас друзей, какой у вас круг общения. Но в среднем мы привыкли иметь постоянные контакты с людьми вокруг. И иногда, особенно когда вы становитесь старше, получается так, что вы перестаете говорить сами с собой. Существом, что путешествие в одиночку — это возможность заглянуть внутрь себя и узнать, что же на самом деле вам нравится. Что же на самом деле вы чувствуете. Самые крутые моменты у меня были, когда в своих путешествиях хотя бы на несколько часов я оставалась одна. Это совсем не значит, что путешествовать с друзьями неинтересно или круто. Но вот эта вот возможность побыть одному на самом деле не тогда, когда ты не можешь найти себе компанию. А когда ты выбрал поехать куда-то одному, это кардинально отличается от этого состояния. Пятая причина — вы станете самостоятельно. У меня пиликает Facebook на заднем плане, простите за это. Я уже запишу это видео, потому что сзади у меня уже целый день идет дождь. И мне уже хочется дорассказать вам все, что я хочу сказать. Как вы становитесь самостоятельно? Дело в том, что обычно, когда вы организуете путешествие с группой друзей, коллег или семьи, есть организатор, этот человек обязает представлять планы, списки, карты, инициирует все поездки, экскурсии и все остальное. Дело в том, что это может вас устраивать или нет, но часто, если вы находитесь в более пассивной позиции, вы перестаете что-то планировать сами. В принципе, не ориентируйтесь по карте. Ну, странно, если у вас компания 4 человека, чтобы 4 человека доставало карту. Правда? И если вы по натуре не вот этот самый бойкий организатор, вы можете, в принципе, не спланировать ничего в своей поездке. С одной стороны, это приятно, если вы хотите расслабиться, а с другой стороны, в конце концов, вы можете обнаружить, что вы делаете совсем не то, что вам хотелось сделать всю эту поездку, но она уже закончилась. Когда вы едете одна или один, у вас есть возможность не только побыть наедине с собой, сделать лучше свой новый иностранный язык или найти новых друзей, а еще и понять, как вы на самом деле чувствуете себя и чего вы стоите в незнакомом окружении. Был ли у вас уже опыт заселиться в гостиницу одному, сесть на самолет одному, добраться на общественном транспорте впервые одному? Вот это вот все нужно затестить. Естественно, в этом есть и момент обучения, потому что в незнакомой стране, в принципе, в любой, вы должны на много обстоятельствах подходить к планированию своего времени, маршрутов, карт, описаний, интернета, зарядок и всего остального. Вы должны постоянно подстраховывать себя. И вот в этом есть огромная ценность. С одной стороны, первый раз, когда вы поедете куда-то один или одна, вам будет боязно, но в этом нет абсолютно ничего страшного, если вы хорошо подготовились. Конечно, вам нужно учитывать особенности страны, в которую вы едете, безопасна ли она или нет, насколько. И я, в принципе, во всех смыслах за безопасность в путешествиях и во всех остальных сферах жизни, поэтому я не советовала бы отправляться в какую-то очень экзотическую страну, когда у вас нет такого опыта. И поэтому подумайте о том, чтобы, может быть, выехать в какую-то европейскую страну, буквально, но ифент, когда вам хватит силы, веры в себя, и вы посмотрите, как это на самом деле работает. За моей спиной все, хлеще идет дождь, я не знаю, обидно его или нет. Я хотела сказать еще об одной причине. В моей жизни много раз случалось так, что у меня есть желание и возможность поехать на путешествие, но я не могу найти для этого компаньона. Я боялась организовать самостоятельное путешествие с самого начала, потому что мне казалось, что я еще слишком молода, и все-таки девушка, были определенные опасения, и я сейчас могу сказать, что я немножко жалею о том времени, которое я пропустила, потому что я очень много не совершила поездок, именно потому что мне было нескольким. Сейчас я понимаю, что это опасение, оно вообще не оправдывает себя. Я бы нашла друзей в путешествиях, я могу заводить друзей. А по поводу безопасности я тоже могу прекрасно позаботиться о себе и об окружающих людях. Поэтому, в принципе, я думаю, что если у вас появляется вот такое вот сомнение по поводу того, что вы хотите поехать, но компании вам не находятся, отбросьте эти сомнения, едьте один или одна. Пока вы будете ждать своих друзей, пока они заработают деньги или выбьют выходные на работе, вы можете уже, в принципе, бегать полмира. Не ждите других, вы не становитесь от этого плохим другом. У вас есть право по отношению к самому себе делать так, как вам хочется. Поэтому, если вы сейчас раздумываете, вперед. Ну и что, я вроде бы сказала все, что я хотела в этот момент, если я вспомню что-то еще, я расскажу вам в следующий раз. И мне очень хочется пожелать вам, чтобы у вас была возможность и было время и какая-то моральная способность найти в себе силы и поехать в путешествие одному. Я советую вам спланировать небольшое путешествие, буквально на выходные, так, чтобы вы могли расписать себе все маршруты, все интересные точки, все музеи, все кафе, которые вы хотите посетить. Подумайте о том, что именно вам интересно увидеть в новой стране. Вот тут у вас есть потрясающий шанс, например, сделать то, что хотите вы. Мне очень хочется, чтобы вам это понравилось, чтобы вы это попробовали. Если вы уже путешествовали самостоятельно, напишите мне об этом. Мне очень интересно, понравилось ли вам это больше, чем путешествие в компании людей. Или, может быть, вы выбрали это для себя как стандартный способ путешествия. Или, если вы только собираетесь поехать в такое путешествие, пожалуйста, тоже напишите мне, оставьте свои комментарии или пишите мне на Фейсбуке. Мне очень интересно знать ваше мнение. И да, если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк, для того, чтобы я знала, что я стараюсь здесь не просто так. И подпишитесь на канал, для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. А я знала, что вас каждым разом становится больше и больше. Меня зовут Инна, я рассказываю жизнь современной девушки со всеми ее вехами. От работы, путешествий, красоты и еды до технологии блокчейна. Об этом подробнее в следующие разы. Мне было очень приятно, что вы дослушали это видео до конца. И досмотрели, посмотрели на меня Софии за окном. Оставайтесь на связи и пока-пока.